В эфире новости 24 на 365. Речь пойдёт об озверевших партнёрах. Соединённые Штаты, а также 47 других стран, могут претендовать на Курильские острова и Южный Сахалин. В случае признания Японии российского суверенитета над ними. Об этом старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков написал в материале для Лента.ру, ссылаясь на положение Сан-Франциского мирного договора 1951 года. Исходя из его содержания, Токио отказался от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова не в пользу Советского Союза, а вообще. При этом документ предусматривает следующее. Если Япония договорится о мире с каким-то иным государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором, она обязана будет дать то же самое всем остальным подписантам. Так как Советский Союз не подписывал Сан-Франциский договор, а Россия государство-продолжатель СССР, к ней это положение будет применено в случае подписания мирного договора с Японией. Учитывая, что признание суверенитета над этими землями трактуется как предоставление привилегий сверх Сан-Франциского договора, все страны-подписанты, в том числе США, получат право требовать передачи себе Курильских островов и Южного Сахалина. Кузьминков подчеркивает, что нет документа или договора, по которому контроль этих территорий передавался бы Советскому Союзу. Сегодняшняя Россия, как государство-продолжатель СССР, владеет ими не де юре, а на исторических основаниях. Поэтому никто другой не предъявил своих претензий, указывает он. По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио, не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамай. Японская сторона называет южные Курилы северными территориями и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора, что очень даже правильно, потому что это какие территории? Наши, российские. Ставим лайк за информацию, подписываемся на новости 24 на 365 и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.